Добро пожаловать ребят на 5 этап формулы 1 на грамм при Испании К сожалению с заключительным этапом в Испании В следующем году мы больше не увидим эту трассу И до какого момента к сожалению нам неизвестно Мы увидим Зандервуд Которая готовит более-менее к следующему году Чтобы можно было более-менее посмотреть нормальный этап Поскольку в данный момент трасса является крайне необгонной То есть там есть места где можно обогнать, но не более Что же было в самой практике Собственно все было очень хорошо до коллекционного темпа Где я не очень хорошее время показал Потому что не смог найти нормальные настройки Через какое-то время я их нашел все-таки И все пошло намного лучше Но не совсем Я прошел в третий сегмент И это очень плохо для меня Поскольку я буду стартовать с софта И это значит что я буду делать 2 питстопа И это значит что я потеряю позиции По отношению к тем кто будет делать только 1 питстоп И это меня очень печалит Также в третьем сегменте у нас был дождь в квалификации За счет чего я смог еще неплохо квалифицироваться Поскольку боты так же плохо едут в дождь И за счет этого можно выигрывать Так что ждем ближайший какой-нибудь дождливый этап У нас же тут будет просто облачность Не будет к сожалению дождя Но будет довольно жарко как обычно в Испании И попытаемся как-то отыграться Занять хоть какое-то место в очковой зоне Но надеяться на какие-то хорошие очки не стоит Поскольку нам стоит рассчитывать только на 10 и 9 место Из-за двух питстопов И даже в какой-то степени я считаю то что это была одна из моих главных ошибок На этом этапе именно пройти в этот злополучный третий сегмент Ладно, приходим к стартовой решетке Первое место у нас Себастьян Феттель Второе у нас Вальтер Реботтас Третий Шарли Клер Четвертое Макс Ферстайпен Пятый у нас Юрис Хэмилтон Шестое место за мной Седьмое у нас Пьер Гасли Восьмое Дуан Баттлер Девятый Чака Перес И десятый Даниэль Рикьяртов Такая у нас стандартная топ-десятка Где у нас есть два валида Рейсинг Пойнт Ну и также Рено либо Хас Ну и собственно да У нас также еще Вибер берет штраф за какие-то элементы Ну и боюсь да, то что нам придется в скором времени тоже брать штрафы за дополнительные элементы По крайней мере уже за ДВС точно Поскольку ДВС у нас опять же расходуется очень быстро Я думаю уже после Монако Или уже после Канады нам придется уже ставить третий ДВС Из трех доступных И соответственно уже к десятому, одиннадцатому этапу брать дополнительный четвертый А потом пятый, шестой и так далее Соответственно да, штрафов нам не избежать к сожалению Ну в первых сезонах без этого к сожалению никуда Ну и переходим к старту И гас над красной огней Я кое-как сорваюсь с места И начинаю постепенно проигрывать все свои позиции Проиграл позицию Гасли, Пересу Потом еще Рикер на меня прошел Батлер также пытался с Хасом пройти меня Батлер это удалось, поскольку он проехал по внутренней траектории Хас уже не удалось Собственно старт с ТВ камеры Как все-таки проходил мой очень печальный старт Пока да, надо над стартами продолжать практиковаться Потому что они у меня просто не получаются И это полный провал Вот собственно как это выглядело со стороны Меня пытался еще и Хас до слева обойти Но ему пригодил по сути дорогу Рикерда Но он смог пройти Рикерда самого И да, Хас и тут выступают на стратегии Хард-мидиум Что довольно интересно Посмотрим насколько оправдается вся эта стратегия Поскольку они будут делать довольно поздно свой первый питстоп Что же до моего первого питстопа Он произошел на пятом круге Решил сделать небольшой андеркад по отношению к Пересу И не особо он удался Поскольку Перес вышел прямо передо мной И ну да, разрыв чуть уменьшился Но я думал быть все-таки впереди Переса Ну ладно Потом у нас выезжает Батлер уже на восьмом кругу питстопа И мне повезло то, что я пошел между и Пересом и Батлером По итогу забрал себе, так сказать Виртуальную первую позицию в группе Б Но мы-то знаем, что это не первая позиция будет у нас в группе Б Ну и в общем даже Но окей Боремся как можем за какие-либо очки Потом мы догнали впереди идущий пилотон В виде Троса и Вильямсов В котором застрял-то также еще и Ферстаппин Но после того, как я подъехал к этому пилотону Он тут же активизировался И начал постепенно проходить До этого он росло где-то 2-3 круга Мариновал и не мог никак пройти Потом резко он смог все-таки его пройти Но окей, может быть у росла уже просто шины начинают задавать потихоньку Ну и плюс это в принципе Вильямс Поэтому это неудивительно Собственно с самим Рослом я тоже разобрался на второй прямой За счет лучшего выхода из правого поворота И уже на самой шпильке его чуть поздним торможением Спокойно по внешней траектории прохожу Ферстаппин тем временем проходит также Албана И собственно я пытаюсь угнаться за Ферстаппином Поскольку это мой какой-то вариант Ну может быть занять неплохую позицию Потому что если угонять за Ферстаппином То возможно угонять за ребятами Которые едут на одном пидстопе С Албаном я разобрался на старт-финичной прямой Ферстаппин, который у меня тоже с кубицей разобрался Также да, у нас Мерседесы постепенно прорывались вперед Юз смог в первых двух поворотах сразу же обогнать оба Залбера Точнее Альфа Ромео точно Если я называл до этого Залберами То да, немного непривычно называть все-таки команды Которые вроде бы с теми же раскрасками Но называются по-другому Так что да, какое-то время я буду называть Racing Point Force Indie А Альфа Ромео Залбера Ну привычка такая С G19 у меня возникли небольшие проблемы Я пытался опередить в пятом повороте за счет позднего торможения По итогу пошел по очень широкой траектории И по итогу да, Джанас еще перекрестил Но опять же я его смог без проблем каких-либо обогнать Потом через какое-то время я догнал Горошана Который еще не делал своего пистопа И я очень быстро к нему приблизился Ну и собственно да, будет тут видно слева Почему я его быстро догнал Если вы не заметили, то у него было повредено переднее антикрыло Из-за чего он в поворотах очень сильно терял Ладно, после своего второго пистопа Выезжаю уже на 12 месте Тут же и Райкен недалеко Но опередить он у меня не успевает до первого поворота И я оставляю за собой 12 позицию По итогу впереди остались те пилоты Которые еще тоже будут делать свой второй пистоп Но и к сожалению остались пилоты Которые уже сделали свой первый единственный пистоп Норриса я через какое-то время догнал уже ближе к концу гонки Какой-то метр я снимал по секунде из круга Какой-то метр попал в секунду всего лишь Но да, все-таки я его догнал Но за впереди идущим Хилкенбергом Угаться уже к сожалению не смог Также Норрис прогнал позицию Батлеру Ну Батлер под конец гонки как-то вот Очень быстро даже поехал В один момент у меня были проблемы с болидом Но потом они пофиксились И по итогу он начал набирать неплохо в темпе Какое-то место он меня начал даже догонять Об этом мне сообщил мой инженер То что он по полсекунды сокращал после каждого круга Но по итогу да, все-таки он догнать меня не смог И девятая позиция Хотя бы два очка мы набрали Норрис к сожалению не набрал Одно единственное очко Но в следующей гонке может быть не наберет Выигрывает у нас гонку Себастьян Феттель И вторым у нас приезжает Льюис Хэмилтон А третьим у нас Пьер Гасли И что довольно интересно то что В каждой команде лидеров Были разные стратегии у каждого болида У Феттеля, Хэмилтона и Гасли Была стратегия в один питстоп И они стартовали с медиума А у их напарников Леклера, Ботуса И Ферстаппина была другая стратегия И они шли на два питстопа По итогу мы видим какая стратегия была более успешная А именно в один питстоп В начале кстати думают даже то что Вьюис только единственное Кто прошел в третий сегмент на медиуме Но оказалось то что еще и Феттель И Гасли прошли на том же составе Окей Быстрый кшук у нас поставил Ферстаппин В какой-то момент За счет ДРС скорее всего И также Слипстрима В турнире за счете у нас Ничего не поменялось особо Батлер также впереди нас Поскольку он набрал одно очко Да и плюс до этого набрал в Баку Где мы к сожалению сошли Собственно да Вот по стратегии Как у нас все было Изначально даже не понял Почему именно Феттель выиграл Потому что я думал что Будет на двух питстопах Но оказалось все по другому По контактам у нас их особо не было Только на первых кругах и не более Ну наверное как обычно Игра не защитит какие-либо контакты В борьбу с Баттером Я постепенно возвращаюсь Ну будем более-менее наращивать темп И будем выигрывать уже с ним борьбу Собственно По модификациям у нас также поехали Тап модификации в аэродинамике Поэтому постепенно мы докачиваем болид Будем постепенно уже скоро выигрывать В поворотах И собственно да Почему я иду в аэродинамике Это лобовое сопротивление Как можно быстрее его снизить И выигрывать за счет этого напрямых Потому что в данный момент у нас с этим проблемы С мощностью проблемы Ну и само собой из шести проблем Беру два мелких обновления Поскольку тратиться на дно большое не особо хочется И уже вот буду постепенно к этому моменту копить на него Ладно ребят На этом все С вами был Вархаммер Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Там будут публиковаться все новости И до скорых встреч ребят Пока-пока И удачи Субтитры сделал DimaTorzok